В Уфе 11 января 2023 года скончался первый президент республики Башкортостан Муртаза Рахимов в возрасте 88 лет. Рахимов был настоящим феноменом башкирской политики. Его путь считается образцом социального лифта. Муртаза Рахимов являлся одной из знаковых политических фигур в постсоветской России. И это действительно был один из крупных лидеров региональных политических элит, которые были сформированы в начале 90-х годов. И его эффективность руководства республикой Башкортостан проявляется в том, что он бессменно 16 лет руководил этой республикой. Такая карьера, как у Муртазы Рахимова, была возможна только в СССР. Свой трудовой путь будущий президент республики начал с простого рабочего. Политик занимал должность оператора на Уфимском нефтеперерабатывающем заводе имени 22-го съезда КПСС, куда поступил после окончания Уфимского нефтяного техникума в 1956 году. За несколько десятков лет Муртаза Рахимов вырос от мастера до директора крупнейшего в Европе нефтеперерабатывающего завода. В 1990 году политика избрали народным депутатом Башкирской автономной Советско-социалистической республики, после чего он занял пост председателя Верховного Совета Республики Башкортостан. Муртаза Рахимов взял на себя ответственность за становление республики в новых реалиях постсоветской России. Представляя интересы народу в Башкортостан, он был одним из сильнейших региональных лидеров в России. Говоря о Муртазе Рахимове, возникают ассоциации в том числе и с руководством Республики Татарстан, в частности с политикой Ментимера Шариповича Шамиева, который тоже в сложные времена смог сохранить в Республике Татарстан стабильность, сохранить экономический потенциал и выстроить ровные отношения с федеральным центром. В 1993 году политический лидер победил на выборах и стал первым президентом Республики Башкортостан. Основной упор Муртаза Рахимов делал на формирование достойного качества жизни и комфортных условий для обычного населения, так как он сам был выходец из народа и знал, как живут просторабочие. Он всегда заботился о людях, тогда его и прозвали Бабаем Республики, так же, как и первого президента Татарстана Ментимера Шаймиева. Бабай в переводе означает дедушка. За годы плодотворной работы правительству Муртазы Рахимова удалось не только сохранить экономическую и политическую стабильность, но и создать условия для подъема экономики. Во время работы Муртазы Рахимова Башкортостан почти на равных пытался конкурировать с Татарстаном в части его социально-экономического развития. За эти 16 лет ему удалось выстроить достаточно четкие и понятные отношения с федеральным центром, с Москвой и три раза перезбираться на пост президента Башкортостана. Многие исследователи обращают внимание на то, что за период его руководства республикой в Башкортостане удалось сохранить значительный потенциал экономики, в том числе сельскохозяйственной экономики. И во многом это была заслуга в том числе и президента Башкортостана. Полномочия Муртазы Рахимова на посту президента Башкирии истекали в 2011 году, но политик решил уйти в отставку досрочно. Это заявление последовало после того, как депутаты Госсобрания Башкортостана прекратили полномочия сына президента республики Урала Рахимова, подозреваемого в незаконном присвоении и легализации акций компании «Башнефть». После досрочной отставки Муртаза Рахимов занял пост председателя Совета благотворительного фонда «Урал». За период его президентства в сложных политических условиях, когда действительно Россия переживала сложный процесс суверенизации, ему удалось сохранить в Башкортостане стабильность, не допустить эскалации внутренних противоречий, не пойти по пути каких-то конфронтаций с федеральным центром. Последние годы жизни первый президент республики Башкортостан тяжело болел. В июне 2020 года он заболел ковидом и лечился в стационаре. В июле прошлого года Муртаза Рахимов попал в больницу. С того времени состояние политика ухудшилось, а последние дни жизни он и вовсе провел на ЭВЛ. Смерть наступила из-за тромболегочной эмболии. Это внезапная закупорка ветвей или ствола легочной артерии тромбом. Прощание с политиком состоится 13 января у ГГЗ Башкортостан. Алина Красильникова, Универньюз.